Если у тебя есть свободный автомобиль в нормальном состоянии, ты можешь заработать 500 долларов в месяц на автомобиле, который пылится без дела. В связи с большим наплывом клиентов, компания Автоинтерпрайз расширяет свой автопарк. Компания примет ваше авто для услуг проката. Автоинтерпрайз позаботится об обслуживании, страховке и безопасности вашего пассивного дохода. Каршеринг от людей к людям – это вторая жизнь нашего свободного автомобиля. Также, если ты ищешь автомобиль на прокат, Автоинтерпрайз предложит лучшие цены и самый широкий выбор автомобилей на рынке. Город Харьков остановили водителя на американских номерах, выписали постановление ему за отсутствие страхового полиса. При этом он особо не знает, что нарушил, что стало следствием для проверки документов. Но при этом выяснено, что у патрульной полиции также разбито стекло. Но на это они не обращают внимания абсолютно никаким образом и не хотят отреагировать, не хотят составить постановление. Хотя я их об этом неоднократно просил. Город Харьков, привези документы, просто привези. Я его отпущу. Я привожу документы, а он выписывает постановление. Ну зачем вы так говорите? Ну так капец. Я б не ехал назад. Как можно в такое дерьмо переверти здесь автомобиль за такой короткий срок? Зачем взять цирку править? Он у нас нормальный правильный. Он у нас что-то уберёшь, короче. Не ко мне. Давай смотри, что я не спривался. Да это жесть. Шо это такое? Я проверил зато, когда мы поехали. Инспектор, давайте тогда, ну, я вас прошу, вот как гражданин, отреагировать на нарушение данного патрульного автомобиля и выписать постановление на водителя, который двигался. Не сильно, но... Не сильно разбито. Ну не сильно, но так, выходит за рамки. Выходит за рамки, вот, в общем-то, так сказать. Можно я процессом? Я кто-то спросил. Да, только это сами вообще цель измечу. Да, пожалуйста. Юрий Сергеевич, здравствуйте. Извините, просто может быть вам не стоит ехать, чтобы вас не отвлекать в прошлый раз. Сотрудники ваши остановили автомобиль, вот, и, ну, вы поставили автомобиль, это отсутствие штрафового полиса, но в процессе общения, ну, оглядев автомобиль, было видно, что тут масса нарушений есть, в том числе и разбитый лобовый стекло. Ну, они могут вам фотографировать, обязательно видеть, что там будут такие перилочки, потому что в этой части внизу. Не в той случае, это не тонить меня, не приврат. Я не прошу вас остановить постановление, либо обравдать водителя. Нет, он нарушил, вопросов никаких нету, ребята на своем усмотрении выписали постановление, посчитали нужным, у меня к ним претензий нет. Были бы претензии, если бы они начали эвакуировать. Но точно так же я хотел бы такого же отношения закона и к их нарушению, которое налицо. Это разбито лобовое стекло. То есть оно есть, мы, да, это увидели, мы на это наголошиваем и просим принять меры и вынести постановления также в отношении им. Пожалуйста. Ну, нужно уточнить. Я такой-то-такой-то, находился на улице, я стал свидетелем нарушения ПДД со стороны марки, то есть сотрудника полиции, который на автомобиле марки Тойота привезла. Такой-то, дальше что написано? У данного. У данного автомобиля в момент управления сотрудником полиции. Это вы что видели, что кто-то управлял, да? А, вот и свидетели. Не, вы шписти, поясни. Ну, да, ну что. Ну, вот это вы видели, да, получается? Есть свидетели для этого, которые видели вас, в чем проблема? От них пояснение тоже отберут, если надо. Я приду к следователю, он будет меня опрашивать. Опрашивать. Я дам номера контактные свидетели. С сотрудником полиции. В чем проблема? Дальше что в этом слове? Целостность. Я не могу понять, вы рассматриваете заявление? Я просто прочитать хочу. Даже что, ты послешь слов. Скажите, пожалуйста, если будут у следователя вопросы, вот мы там как недавно, я обязательно вступлюсь. Ну, может, чтобы я вот... Целостность. Чтобы вы понимали, я вам скажу, что вы абсолютно ничего не делаете для того, чтобы закон вас подрустовал. Вы абсолютно не хотите за свои посылки отвечать. Чтобы я прочитал? Или вы прочитаете свои? Я чтобы вашу почту... Я не могу, 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 я прошу разобрать вашу почту. Вы, в данный момент, не рассматривайте заявление, вы, в данный момент, новая почта. Ваша задача взять и доставить. Все. Вы, как сотрудник новой почты. Не больше, не меньше. Мы досидели, потому что у нас такого не было. Вы посидели, почитали ПДД, где написано, что если это произошло в момент движения, я закончу. Я объясню, почему. Потому что ПДД сказано, что если это произошло в момент движения, то он может доехать для того, чтобы устранить. Но, так как у меня есть видеофакты, фиксация того, что вы мне сообщили на камеру, что вас выпустило ваше хозяйство перед этим. И не дошло... Я просто думал, что действительно оно так, а мы посмотрели на видеорегистраторе, что не было у нас... А давайте вместе посмотрим. Давайте вместе посмотрим, как вы рассказываете. Вот смотрите, я бы все понял бы. Вообще, я бы вас простил бы, вы бы ехали, вы бы жили бы нормальной жизнью, если бы вы не врали. Учитывая, что вы врете и считаете, что перед вами стоят идиоты. Вот я дурак, ну полный, вот эта семья идиотов, еще один кретин. Мы все, а вы умный, вы царь. Вы можете выйти и сказать, что этого не было. Стрельнула, послушайте, так может быть. И какого образовалось, мы не знаем. Смотрите, я говорю, что... Ну я ж говорю, у нас как бы, наверное, это случилось либо вот-вот, когда мы поворачивали. Либо тогда, когда вас выпускали на смену, когда проходила проверка вашей... Смотрите, это же видео, все будет в интернете. То, что вы рассказывали вначале, что у вас все это нормально, вас выпускает хозяйство с подобным нарушением, а теперь оно вдруг у вас появилось, само собой, да? Да? Что поедем? Да, напишем рапорт по этому вопросу. Пишите. Да, мы сейчас машину закрываем и выдвигаемся в в общем порядке. Машина двигаться сегодня уже больше не будет. Нет, мы поедем до места устранения, что мы уже до этого поедем. А вы сказали, что мы не поедем. Вы сказали, что поедем, а при этом они не поедем. А машина двигаться не будет сегодня. Вечером приезжает эвакуатор, забирает машину, мы выдвигаемся в в общем порядке, отрабатывать вы завал, потому что на районе завал, машина будет стоять здесь. А у него какая версия? Такая же самая. Вы это позор полиции. Так что, пеший патруль или едете? Пеший патруль у нас сегодня. А у вас? У нас с напарником вместе, не делимая часть. Так, ну я понял, вы... В одно целое, правильно? Ну, братья с ямским резиноцем, не суть. Так просто кто-то из вас будет ехать, тут а пешим пойдет? Я не понимаю. Ну, со словом, да, со словом, смешно. Так смешно с вас, с вас вруна, смешно. Скажите, ну вы врете людям в лицо? Я говорю, вы врете людям в лицо и не стесняетесь. И считайте, что все идиоты. Вот все посмотрят сотни тысяч людей и будут думать, блин, какие мы идиоты, а какой все-таки инспектор полиции, молодец. Нашелся, да, вовремя? Придумал такую историю хорошую, чтобы трещины не было. Все великое. Он же почитал правила, наконец-то. Смотрите, чем полезно наше с вами общение. Тем, что вы потратили время, ознакомились еще раз с правилами, узнали, что когда трещина находится, например, в углу стекла, то можно ездить, и это не нарушение. А когда она находится в зоне счеток-очистителя, это уже нарушение. Двигаться нельзя. Вы столько полезного сегодня узнали? В козявки уже внизу посмотрели. Говорит, нет, мы посмотрели на видеорегистраторе. Это только что произошло. Это о твоей хуйке. Как вы начихали? Это о твоих ум. Это о все твоих. Снутри. Ну, ну, сейчас. А чего там на видеорегистраторе не было? А чего случилось? Ну там видеорегистратор. А чего случилось хоть? Ну вы пересматривали, не было, а потом вдруг появилось. Что стало тому причиной? Я знаю, что, как у Пиноккио, рос нос, уперся в стекло и раздавил его. А где ударил камень? Может быть. Где ударил камень? Вы же там все версии дают. Не, ну я так предполагаю. Что там на видеорегистраторе? Почему появилось все-таки? А где, не, вы говорили на Салтовском шоссе? Мы не знаем. Ваш напарник говорит на Салтовском шоссе. Рассалтовки ехали, и оно бах, и тут. Смотрите, а трещина пошла. Вот на лобовом стекле видно, где дворники терли, где протирали. Вот трещина пошла. Асфальт сухой. Зачем мы дворниками перестали? Вот я сейчас просто на лицу, ваше вранье. Вот оно. Ну, ваше вранье. Смотрите, я не могу. Это заключение какое-то. Ну вот смотрите, вот дворники терли. У вас эксперта заключения уже. Ну вам не стыдно врать? Вот просто, ну интересно. Сказали, что вот. Что вот? Образовалось. Во время вот-вот. Что во время вот-вот образовалось? Вот-вот, вот сейчас ударилось, наверное. Когда мы ехали, у нас дополнение было. А до этого вы мне что говорили? Что? О том, что ваша служба, которая проверяет автомобиль перед выездом, посмотрела и сказала, что можно с этим стеклом двигаться дальше. Ну, конечно, она проверяет перед каждым выездом. Да. Да, и что вас выпустили с этим? Да. Ну, а оказалось, что... Что оказалось? Что у нас было лобовое целое. Когда было целое? Когда вы сегодня на службу выезжали? Давайте видеорегистратор посмотрим. У нас было целое. Давайте посмотрим видеорегистратор. Ну, даже за вчера хотя бы. Вчера? Просто за вчера. А где я? У меня за вчера не пишет. Тогда с утра. Вот сколько пишет, столько и посмотрим. Давайте посмотрим. А? Давайте посмотрим видео. В рамках рассмотрения административного дела в отношении вас. Удаляется автоматически. Что вы говорите? Да вы же говорили... За последние два часа оно удалилось? Так он говорит, он посмотрел. Вы только что смотрели. Он же говорит, я только что смотрел, там ничего не было. Да 2 гигабайта флешка в голове у вас стоит, инспектор. Да. Да, и очень быстро заканчивается. Да потому что ты врешь мне в лицо стоишь. А мне что, тебе делать идиота, будто я не понимаю, что ты мне врешь? А у вас много стоит работа. У меня много. Для того, чтобы понять, что ты обычный лжец, самый настоящий. И для этого у меня мозгов хватит, чтобы сказать и показать о всей стране. Чтобы какие уроды служат на службе. Ты считаешь нормальным стоять врать людям? Что именно врать? Да. То, что ты там Антона на нас крутишь, что у тебя этого не было, когда ты выезжал. Хотя бы до этого ты мне рассказывал, что нормально все, нас так выпускают, все в порядке. И ты думаешь, я идиот по-твоему, или это идиот и стоять? Потому что я думаю, что действительно... Что ты думал? Если бы ты думал, голодный в полицию, то бы не шел бы. Думал. А теперь вот так вот. Ты стоишь врешь. Ты не понимаешь, что это просто... Даже с точки зрения нормальных человеческих отношений это неправильно. Не говоря о том, что это сотрудник полиции. С точки зрения нормальных человеческих отношений мы уже здесь много разговариваем. Ты сказал, что ты имеешь право поезжать на такой машине, потому что... Уже много об этом говорить. С точки зрения нормального зрения отношений. Ну, хорошо. Ступайте. Машина закрывается. Так эвакуатор вызвали? А? Эвакуатор вызвали уже? Нет, приедет командир вечером и вместе... С стекло приедет? А? Нет, заберет вместе с начальством на эвакуаторе на... А на высоту вечера стоять? Да, мы отрабатываем вызов. Звонили уже с Думы, которая сбрасывает нам вызовов. Государственной? Государственной? Нет, у нас есть диспетчер, Дума называется вызовной, и мы отрабатываем вызовов. Собирай его отсюда, адреха подальше, идите патрулировать. Серьезно, давайте. Инспектор! А теперь он проверяет твою машину. Забирай его, пусть и шуруете. Пойдемте. 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 Клоуны. Пеший патруль. Но я думаю, что в пешем патруле они меньше проблем будут людям создавать на самом деле. Пойдемте. 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 Продолжение следует...